Микеланджело 20 века, выдающийся изобретатель и декоратор, великолепный художник и фотограф, творец стиля вне времени Мариано Фортуни. Большинство, кто слышал о модельере Фортуни, уверены, что он итальянец. Фамилия звучит как итальянская, и жил он, как всем известно, в Венеции, но на самом деле родился Фортуни в Гранаде в 1871 году. С молодого возраста Фортуни интересовался самыми различными видами искусства. Он преуспел в области фотографии, скульптуры и архитектуры, прославился как живописец и гравер. Кстати, он учился у одного из известнейших художников Франции того времени, Бенджамина Констана Жанна Жозефа. Немаловажным событием в жизни Фортуни является поездка в Германию, в город Байройд, где художник проникся одной из опер Рихарда Вагнера. Так он заинтересовался многими аспектами театрального искусства, режиссурой, театральным освещением и начал работать в сфере театра. Благодаря этому он приобрел широкую известность в Париже. Именно Фортуни модернизировал осветительную систему в фойе легендарного театра опера Горнье. Но главное, что любовь к театру в итоге привела к увлечению и дизайном одежды. Обратите внимание, сам Фортуни не считал себя кутюрье, а просто с удовольствием придумывал наряды. Три четверти его работ были созданы до Второй мировой войны, но они до сих пор актуальны. Две знаковые работы Фортуни представлены в этом зале. Первая знаменитая модель – платье Дельфос. Считается, что идея создания платья принадлежит Анриетине Грин, будущей жене Фортуни, которая всегда поддерживала его творческие начинания. В эпоху, когда женщины носили корсет и когда в моде были гораздо более строго скроенные и сдержанные наряды, Фортуни осмелился предложить это свободное платье из струящейся плессированной ткани. Однако, принимая гостей, дамы все-таки надевали под платье корсет. Еще одна знаковая модель – платье Элеонора. Источником вдохновения послужила средневековая мода и мода начала эпохи Возрождения. Сбоку, как видите, та же плессированная ткань, что использована для платья Дельфос. Фортуни известен прежде всего благодаря своей работе с плессированными тканями, но истинные ценители знают, насколько разносторонним был его талант. Он был настоящим Микеланджело 20 века, он интересовался всем. Определенно поклонницами творчества Фортуни всегда были прогрессивные женщины, любительницы авангарда, ведь наряды, которые он создавал, опережали свою эпоху. Известно, что одной из клиенток Фортуни была Айсидора Дункан, знаменитая балерина, любовница, а затем жена поэта Сергея Есенина. Она часто выступала на сцене парижских театров в нарядах Фортуни, многие из них запечатлены на фото. Так же, как и актрисы комедии «Францесс», например, Джулия Барте. Обратите внимание, первый логотип Фортуни вдохновлен Кносским лабиринтом, что подтверждает, какую важную роль в его творчестве играла культура Крита и Греции, которую Мариано Фортуни часто интерпретировал в своих работах. Платье из плессированной ткани нельзя было хранить в чемодане, иначе не избежать деформации складок. Такие платья шили из двух больших прямоугольных кусков ткани, их накладывали один на другой в 4-5 слоев. Чтобы не перепутать заднюю сторону изделия и переднюю, на спинку прикрепляли небольшой бантик из контрастирующей ткани. На самом деле платье одинаково выглядит с обеих сторон, следить за этим нужно лишь для того, чтобы не деформировать складки. А тут представлена вся богатая палитра цветов, какие Фортуни использовал в работе. Все они вдохновлены Венецией. Тут представлены несколько вариантов знаменитого платья Дельфос, созданное дизайнером в разные годы. А здесь мы видим редкий экспонат, специальную коробку для хранения платья Дельфос. Задумка в отношении упаковки была в простоте и изяществе. Платье Дельфос Фортуни всегда украшал маленькими бусинами из муранского стекла. Естественно, что эти бусины сохранились гораздо лучше, чем ткань. По-моему, платье Дельфос можно назвать произведением искусства. В нем женщина выглядит, как великолепная скульптура. Перед вами три образца тканей в рамках. Особенно интересен самый большой. Мы впервые представляем это полотно полностью. Эту кносскую шаль использовали не как предмет гардероба, а для украшения интерьера. Этот факт подтверждают фотографии. На них вы видите, как эту шаль Фортуни, будучи уже известным дизайнером, использовал в декоре своего первого парижского бутика, открытого в 1912 году. Фортуни был прекрасным коммерсантом. В этих тетрадях он вел бухгалтерский учет, каждый день записывая, какие модели одежды были проданы. Здесь представлены визитные карточки, а также небольшая карта. Как видите, сверху указаны адреса бутиков Фортуни. Венеция, Палац Арфей, Сан-Бенедетто, парижский бутик лондонский. А снизу карта Венеции. Вот площадь Святого Марка, вот дворец, в котором располагался бутик Фортуни. А еще отмечены все самые известные дворцы Венеции, потому что в них чаще всего и жили те, для кого творил Фортуни. Венеция В то время топовым дизайнером считался Поль Пуаре. Продажи для него вел торговый магнат Бабани. Фортуни договорился с Бабани о продажах своих моделей в тех же бутиках и закрывал глаза на их частичное копирование. Но при этом он отстаивал свое авторское право и судился с самыми крупными парижскими универмагами Ле Прентам и галереей Лафаэт, которые продавали копии его работ. Редактор субтитров А.Семкин Последний зал выставки посвящен последователям Фортуни. Самый известный из них — Иссе и Мияки. Этот бренд тоже славится особой работой с плессировкой, а у представленного здесь наряда и палитра напоминает о гамме наряда в Фортуни. В 2016 году вышла коллекция Валентина, посвященная Фортуни. И вот как креативный директор интерпретировал его стиль. А вот современная вариация платья Дельфо, созданная в 2017 году специально для нашей выставки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Надеюсь, гости выставки откроют для себя виртуозное мастерство Фортуни. Кто-то заново, а кто-то впервые. Свет, декорации, ткани, модели, вклад венецианского волшебника Фортуни навсегда будет вписан в историю развития мирового искусства. И это так, что обычно мы называем Магичиен Венез. Магичиен Венез Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова